Когда он говорит лишь часть правды, выгодную ему, другую часть не говорит, это ложь. И часто это несказанная маленькая часть, решающая. Это во-первых. Во-вторых, есть один принципиальный вопрос. В тот момент, когда ты становишься властью, ты берешь на себя ответственность. Что значит раньше был этот? Раньше много чего могло быть. Не нужно было приходить к власти, если ты не мог исправить ситуацию. Ты знал, как обстоят дела, либо подал бы в отставку на третий месяц. Ты, как главнокомандующий. Я писал об этом как раз после нашего сокрушительного поражения, что единственный порядочный выход для Николы Пашиняна — самоубийство. Я и сейчас повторяю, любой имеющий честь главнокомандующий просто-напросто должен был совершить самоубийство. Что, к примеру, мы часто видели после войн. Потому что у него большая вина. Как этот человек, на совести которого столько крови, столько безвинных жертв живет? Я удивляюсь. Просто я понимаю, что у него нет внутри каких-либо человеческих моральных рамок. Он ради власти готов на все. Все это есть. Но это не спасет его. Это не спасет его. Никол Пашинян ответит. В первую очередь, за катастрофу, которую он привел Армению. Во-вторых, самое важное — за то, что он осквернул веру народа в целом по отношению к человеку. Потому что я очень часто слышал, когда говорят «Смотрите, а если Николай обманул нас, как нам тогда верить другим, что они не обманут?» Вы понимаете, каким глубоким разрушением он привел внутри армянских душ? Потому что да, и у Кочаряна, и у Терпетросяна до него, и у Сержа Саркисяна есть своя доля ответственности. Но разница? Ну, у Терпетросяна, можно сказать, немного. Так как он был первым, вера еще была. В отношении остальных двух этой веры у народа не было. И он не приводил их к власти. Они пришли вместе с Терпетросяном, как говорится, договорившись. И были другие ожидания. А народу казалось, что он приводит Николу Пашиняна к власти. Хотя в действительности это было не так. Это была организованная игра. И основными игроками, конечно, были русские. Но это другой вопрос. И здесь он натворил много разрушений. Но я считаю, те, кто привел Николу Пашиняна к власти, даже они удивлены. То есть тем низким уровнем, на котором проявляет себя Никол Пашинян, в том числе как человек. Вы понимаете? Приведу пример. Одну часть того, что я слышал. Значит, он свой личный разговор с Путиным берет и раскрывает на глазах у всех. Говорит, что он позвонил поздравить с днем рождения, и они поговорили на такую тему. И я знаю, что Россия очень плохо это восприняла. Послушайте, если в обычной жизни я должен раскрыть свой телефонный разговор, я всегда спрашиваю у противоположной стороны. Спрашиваю, могу ли я сказать в своем интервью о части нашего разговора или нет. А ты берешь и раскрываешь часть межгосударственных переговоров. Поэтому Никол Пашинян сегодня вызывает у всех отвращение. И у Запада, и у России. И самое главное, у армянского народа. В том числе, граждан Армении. Так что, у Никола Пашиняна сочтены. Пусть он не строит длительных планов. До 50-го года. Нет, подобные предатели не могут долго править.